Встречайте в эфире СтопГейм.ру Кадры из предрелизной версии Мэджести 2 The Fantasy Kingdom Sim. По заверению самих разработчиков, они очень любят первую часть и всеми силами стараются сохранить ее дух. Посмотрите на город. Не правда ли все очень напоминает оригинальный проект? Тот же замок, похожие домики, даже гильдии те же. Без изменений осталась и общая концепция. Герои совершенно свободны, сами выбирают себе занятия и могут вообще не обращать на нас внимания. Вот поглядите, ходят тут, бездельничают, а наше королевство со всех сторон жрут. Командовать подчиненными мы не можем. В арсенал игрока входят лишь флаги, которые мотивируют героев на совершение каких-либо поступков. Поткнули в берлогу знамя, пообещали золото и ждем, пока персонажи соблаговолят прийти. Впрочем, все эти особенности непрямого контроля известны нам еще из первой части. Но перед нами все-таки другая игра, в которой есть и свои фишки. Как, к примеру, вот эта. Раньше все персонажи сами по себе бродили, а теперь мы можем собрать их в группу. Искатели приключений подходят к таверне, игрок выбирает состав отряда и назначает лидера партии. Сила группы в том, что герои внутри нее поддерживают друг друга. Никто не убегает, не паникует, все дерутся до последнего. Просто понаблюдаем, как проходят бои и насколько интересно построено взаимоотношение классов. На чужих берегах переплетение стали и небо, в чьих-то глазах переплетение боли и гнева. Песня. 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 Ныне пронзает свинящая снасти и луна. Я ее ждал и любил, как невесту. Нам не до сна, мы дети богов, наша участь известна. В наших зрачках острые грани вечного льда, А на клыках свежей кровью пахнет вода. Видишь мерцание, лязвие средство на прозорной ночи, Слово прощания с жизнью, что стало мгновенья. Короче, вечно погоня, вечно над морем летит в нашей вере бледные норны. Шепчут на север, вы в сером высвере, но когда солнце, первый луч, Заскользит на холодной водой, встречайте нас верные, Мы вернулись домой, мы вернулись домой. Обратите внимание, Огра замедлили, и теперь он далеко не сразу дойдет до лучников и магов. Практически каждый класс умеет накладывать различные негативные эффекты. Кто-то, как сейчас, замедляет, кто-то оглушает, останавливает или сбивает с ног. Поэтому грамотное сочетание героев — это очень важно. Правда, в расчет приходится брать не только их умения, но и черты характера. Разбойница, например, очень жадная и с удовольствием отправится в любую авантюру, потому ее хорошо делает лидером группы. Следопыт любознателен, с интересом бегает по всему уровню и раскрывает для игрока карту. Ну а паладин, к примеру, просто ненавидит нечисть. Он убьет любого скелета, встретившегося на пути, пусть даже этот скелет — союзник. Помимо групп ввели разработчики и точки силы, на которых можно строить храмы. Они позволяют превращать обычных героев из гильдий в особых, более сильных и с мощными способностями. Сейчас достраивается храм Хелии. Мы переносимся к следопыту и делаем из него вот такого лучника. А благодаря этому зданию невинных послушниц превращают в сестер крипты. Еще пять минут назад она воинов лечила, а теперь скелетов вызывает. У каждого героя есть возможность послужить какому-нибудь богу, причем не обязательно следопыту идти в послушники к Хелии. Если он выберет другого демиурга, то над головой у него появится огненный глаз, а в руках арбалет вместо лука. Система очень интересная и разнообразная. Она позволит каждый раз придумывать новые тактики, что особенно хорошо в сетевой игре, где чем больше схем развития, тем приятнее вновь и вновь заходить на сервер. Ну а пока мы рассуждали, герои вернулись в замок. После удачного похода их карманы набиты деньгами, и потому начинается шоппинг. Вот мастер меча заходит в кузницу, выбирает себе товары и выходит уже гораздо более солидным мужчиной. Персонажи покупают и всевозможные зелья, и заклинания, и умения. Все это отображается в их карточке. Здесь написаны характеристики, показаны товары в сумке и много другой полезной информации. Что не сильно изменилось, так это сюжет. Он по своей структуре напоминает первую часть. Мы выбираем на карте миссию, переносимся туда и получаем какое-нибудь задание. Прибежала служанка вашей тетушки с вестями из поместья. Замок разрушен, и огр, который сотворил это, идет к близлежащей деревне. Сама тетушка, слава богам, не пострадала и вскоре будет тут. Сир, служанка клянется, что этот огр самый здоровый из всех, что она видела. Предлагаю вам приготовиться к битве, а я пока позабочусь, чтобы вашей тете был оказан достойный прием. Драться! Моя хотеть драться! Обычно нам надо противостоять злобному монстру. В этот раз троллю, потом придется биться с драконом, с королем личем и многими другими. Сражений против королевств почти что нет. Эта часть игрового процесса перенесена в сетевой режим, и о нем мы недавно говорили в текстовом превью. У иноков выходит игра, неравная оригиналу. Мэджести 2 лучше своей предшественницы. Разработчикам удается точно передать дух первой части, и благодаря большому опыту и современным технологиям, они делают одну из лучших стратегий последних лет. Готовим высший балл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова